ВИРУСУ БОЙ Казахстан вышел на уровень стабилизации эпидемиологической ситуации. Прирост заразившегося коронавирусом по республике составляет 2,1%. Об этом рассказали во время видеоконференции правительства под председательством Оскара Мамина. Как заявил министр здравоохранения Алексей Цой, общий коечный фонд увеличен с 30 тысяч до 49 тысяч, а из 73 тысяч заболевших 45 тысяч человек уже излечились от недуга. На 23% снизилось количество вызов скорой помощи за счет увеличения на 16% количества колл-центров в поликлиниках. Меры направлены на улучшение эпидемиологической ситуации в стране. Для дальнейшего укрепления позиций глава правительства поручил Акиматам, Министерствам здравоохранения и индустрии, обеспечить больницы в регионах аппаратами ИВЛ в соответствии с потребностями в срок до конца августа текущего года. Поручаю до конца июля организовать работу по ПЦР-тестированию в регионах на базе ветеринарных лабораторий и обеспечить укомплектование кадрами. Акиматам проработать эффективную логистику доставки анализов в лаборатории регионов. Министерствам индустрии, здравоохранения и финансов нужно в срочном порядке решить вопрос оснащения регионов передвижными диагностическими комплексами, районных больниц, цифровыми рентген-аппаратами отечественного производства. Министерству здравоохранения и Акиматам обеспечить доставку в полном объеме в течение двух недель кислородных концентраторов и медицинских газов в регионы. Четкие указания действий получили Акимы районов и городов Алматинской области, поскольку в регионе буквально за неделю количество заболевших выросло на 2%. По мнению санврачей, ухудшение эпид-обстановки связано с несоблюдением карантинного режима. Глава региона Мангбатала вышел на видеосвязь с Акимами районов и выслушал доклады о проделанной работе в борьбе с COVID-19. Как выяснилось, рост заболеваемости в областном центре Маногорода Текили и Каратальском районе наблюдается. На сегодня количество инфицированных в Талкургане 1055 человек. В Текили подтверждено 214 случаев. Не лучшая ситуация в Каратальском районе. 107 человек только в райцентре. При этом в густонаселенных районах Алматинского региона обстановка стабилизировалась. За последние сутки выздоровели и выписались из больниц 300 человек. Для дальнейшего предотвращения роста заболеваемости Аким области поручил установить санитарный пост на повороте в сторону села Баканас. В целом Мангбаталов отметил слаженную работу всех органов. Однако некоторым Акимам прямо указал на недостатки в работе и поручил направить все усилия на улучшение эпид-обстановки в регионе. Особо подчеркнув, что самое главное – это сохранение здоровья населения и поддержка медицинских работников. Первое – увеличить ПЦР, второе – обеспеченность кислорода, койка мест, стабильная поставка лекарств. Поняли, да? Дополнительно закупок этих, кроме лекарств, ИВР, концентраторы, БАСХА, не лет 5-7 равномерно распределить, помочь. На местах они должны четкую работу организма, координацию вашей поставки. Тем временем врачи настоятельно рекомендуют гипертоникам и пожилым в период пандемии контролировать артериальное давление. В группе высокого риска все, у кого нарушено нормальное обеспечение организма кислородом. Это люди преклонного возраста, курильщики и лица с избыточным весом, а также дети и взрослые с врожденными и приобретенными пороками сердца. У них ослаблен иммунитет и, соответственно, нужны дополнительные порции кислорода. Однако у людей с заболеваниями сердца и сосудов с этим возникают проблемы, и они тяжело переносят вирусную инфекцию. Тем более, когда температура тела продолжительное время держится на уровне 38-39 градусов. Для того, чтобы уменьшить влияние вирусов на легочную систему, нужно соблюдать несколько несложных правил. Меньше лежать, больше двигаться, советуют врачи. По возможности выполнять несложную работу по дому для того, чтобы делать глубокие вдохи и таким образом вентилировать свои легкие, препятствуя в них застою крови. Тем, у кого диагностировали бронхолегочную пневмонию, медика рекомендует выполнять несколько простых упражнений, направленных на обеспечение крови кислородом. Вот смотрите, руки вверх, носом вдох, выдох. 5-6 упражнений, так. А потом одну руку вот прям на нижнюю часть грудной клетки, ладошка, упираемся. И точно так же вот вдох, выдох. Теперь обе ладошки ставим на грудную клетку. Смотрите, вдох носом. Несколько раз сжимаем руками грудную клетку и выдох делаем. Центр оказания социальных услуг Уральска вместе с персоналом закрыли на карантин. За неделю в центре умерли 18 опекаемых. Руководство уверяет, что COVID-19 выявили лишь у двух постояльцев, сообщает Первый канал Евразия. Карантин объявили после скандального видео, на котором запечатлено, как тела умерших стариков складывают друг на друга в ожидании похорон. Местное бюро ритуальных услуг не забирает умерших в морг. Несколько врачей, в том числе и главврач, из центра уволились. Директор в отпуске, в Акимате заявили, что уход за постояльцами центра достаточный, в лекарствах не нуждаются. И отметили, что директора вернут из отпуска. В Алматы задержали работников кладбища, завышающих цену на погребение. В полицию обратились 8 человек. Они заявили, что у них требовали дополнительную плату за услуги погребения, помимо установленной стоимости, еще от 70 до 80 тысяч тенге. Чеки при этом не выдавали. Деньги работники предприятия кладбища незаконно присваивали. Полиция задержала двоих мужчин. Они сознались. В МВД сообщили, что созданы специальные следственно-оперативные группы для пресечения подобного вида незаконной деятельности. В Алматы наградили майора полиции Бакчана Бакирова, задержавшего подозреваемого в совершении разбойного нападения и изнасиловании несовершеннолетней. Чтобы задержать преступника, правоохранитель выпрыгнул с 13 этажа, передает Tengri News KZ. Напомним, 31-летний мужчина, житель Экибастуза, 11 июля, проник в один из домов по улице Покровской, Валматы. В этот момент в доме были двое детей – 4-летний мальчик и его 15-летняя сестра. Перегрозив им ножом, злоумышленник завладел 17 тысячами долларов, после чего надругался над девочкой. С целью раскрытия преступления была создана специальная следственно-оперативная группа. Подозреваемый прятался в квартире на 13 этаже одного из ЖК по проспекту Аль-Фараби. При задержании преступник пытался скрыться. Он выпрыгнул в открытое окно. Вслед за ним бросился оперативник. Оба приземлились на террасу двумя этажами ниже. Майор полиции Бакиров, несмотря на перелом ноги, блокировал подозреваемого и не дал ему сбежать. Злоумышленник Арестова. К другим темам. Около 680 моренных озер есть на территории Алматинской области. 239 из них потенциально селеопасны. Каким населенным пунктам они представляют угрозу, узнавал Дамир Анитов. Спасатели и сотрудники кассели защиты осмотрели потенциально опасные морёные озёра Жонгора Латовского хребта. Сейчас сезон таяния ледников. И предупредить опасность силевых выбросов для спасателей задача номер один. Для этого на высокогорных озёрах Саркан, Аксу, Биен и Кургаз установили и удлинили сифоны. Очистили каналы отвода воды. На территории Алматинской области в высокогорной зоне расположено 680 морёных озёр. По обслуживаемому региону у нас получается на территории Алматинской области расположены два филиала. Это Илья Латавские, ЖТСУ Латавские, филиалы госучреждений кассели защиты. На территории которой имеются 239 селеопасных участков. В текущем году в селеопасный и уплазнеопасный период для оценки гидрометеорологической обстановки и мониторинга в зоне обслуживания ГУ Касселезащиты организована служба наблюдения и оповещения. Из 60 постов наблюдения на опасных участках выставлено 48 предупреждающих информационных счетов. В зависимости от гидрометеорологической обстановки в состоянии морёно-ледниковых комплексов будут открываться дополнительно посты наблюдения на опасных участках и морёных озёрах. В целях определения фоновой оценки селевой опасности проведено 7 аэровизуальных обследований, а также на постоянной основе проведутся наземные обследования сотрудниками Касселезащиты. Согласно планам мероприятий поэтапно проводятся опорожнения 10 морёных озёр в Алматинской области. На сегодняшний день на территории Алматинской области изотерма при нулевом градусе находится на уровне 3243 метра. Это означает, что происходит постепенное снеготаяние, высокогорье, то есть ледников. Но угрозы не представляют, всё находится в среднегодовых значениях. Оперативными дежурными управления в критических ситуациях данная ситуация мониторится, расход воды, приход и так далее. Первая фаза паводков уже пройдена, однако расслабляться рано. В горной и предгорной местностях при интенсивных осадках возможно формирование склоновых стоков. Это может привести к подтоплению населённых пунктов в предгорной зоне. Проводятся превентивные мероприятия на марином озере номер 18, бассейна реки Биен. Также проводятся превентивные мероприятия по бассейну реки Ахсу на маринных озерах номер 49-50. По жидцоволоту прорывоопасными являются более 20 маринных озер, на которые все контролируются. Заключение специалистов. Селевая, паводковая и оползневая обстановка в области стабильная. Превентивные работы по опорожнению проведены. Угрозы населённым пунктам, объектам хозяйства и инфраструктуре обследуемые озёра не представляют. Дамира Анитов, телеканал ЖТСУ, при содействии департамента ПЧС Алматинской области. К другим темам. Машину с поддельным алкоголем задержали на трассе Алматы Капшигай. Сотрудники департамента экономических расследований по Алматинской области и комитета по финансовому мониторингу задержали грузовую автомашину марки «Мерседес». Как отмечается, автомобиль следовал в Талдукурган с 5 тоннами поддельной алкогольной продукции без каких-либо разрешительных документов. По данному факту начато расследование. Назначены все необходимые экспертизы, после которых будет решен вопрос о дальнейшей передаче спирта в Управлении здравоохранения Акимата Алматинской области. Страшное ДТП. Газовод взорвался в Алматинской области. В результате один человек погиб, троих успели спасти полицейские. Инцидент произошел в субботу, 18 июля, в 20 часов на 548-м километре автодороги Алматы-Усть-Каменогорск. Сидевший за рулем автомашины марки «Зил» не справился с управлением и допустил столкновение с патрульной автомашиной «Пежо 307». По инерции газовоз столкнулся еще с двумя автомашинами. Предвидя, что может произойти взрыв, полицейские кинулись спасать водителя газовоза. Им это удалось. Буквально спустя мгновение машина взорвалась и сгорела дотла. Водитель автомашины «Зил» доставлен в больницу у Шарала. А 48-летний водитель автомобиля «Мазда-626» получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался. В этом ДТП также пострадали патрульные полицейские. Они получили множественные резанные раны. Но, несмотря на это, стражи порядка продолжали исполнять свой служебный долг. Они оказали первую медицинскую помощь пострадавшим до приезда скорой помощи. Также обеспечили безопасность остальных участников дорожного движения. Оцепили место ДТП и осуществляли отвод других транспортных средств. Сейчас по данному дорожно-транспортному происшествию ведется досудебное расследование по статье 345, части 3 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Это нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. С машины побежали в сторону ДТП, где горел «Зил». Увидели, что на дороге лежит человек уже, ну, водитель «Мазды». Данный человек находился без сознания. Со стороны «Зила» слышали голос «Помогите». Это оказался водитель «Зила», который при опрокидывании его выбросил с машины, но он находился непосредственно в близости от горящего транспорта. После чего мы вытащили данного гражданина в безопасную зону непосредственно, так как была угроза взрыва цистерны. Из кабинетов на улице более 40 обращений поступило в Департамент полиции Алматинской области в рамках акции «Приемная на дороге». Большая часть вопросов граждан касалась тем дорожного движения и регистрации транспортных средств. Мероприятия, инициированные Министерством внутренних дел страны, направлены на переход работы полиции на новую модель взаимодействия с населением. Как считают организаторы, огромным плюсом акции является то, что граждане без записи могут напрямую обратиться к руководству Департамента полиции. И, как показывает практика, такой подход весьма эффективен. Цель этой акции – чтобы люди могли обратиться к сотрудникам полиции по своим вопросам. Очень много вопросов поступает на блок министра, и мы на местах готовы ответить на все эти вопросы. То есть здесь не только регистрация автотранспорта, здесь и правомерные действия сотрудников тоже на эти вопросы можно ответить. По линии миграции можно задать вопросы. По последним ограничениям, которые вводятся в виде заведения карантина. То есть любые вопросы, касающиеся деятельности органов внутренних дел, должны найти здесь ответы. 537 рабочих мест с начала текущего года создано в Аксусском районе. Местным жителям удалось трудоустроиться в рамках дорожной карты занятости. По ней в регионе реализуется 52 проекта. Наиболее масштабная компания благоустройства развернулась в райцентре сележан Цугуров. Парк площадью 19,5 гектаров, согласно проектным эскизам, изменится до неузнаваемости. 14 тысяч квадратных метров дорожного покрытия, это в том числе асфальт и брусчатка, плюс полностью модернизация поливочной системы, орочной, капремонт стелы, памятник Великой Отечественной войны, реставрация фонтана, детская бассейна, полностью ограждение заменяется, надворные постройки, спортплощадки, воркауты в том числе. 2 миллиарда 148 миллионов тенге выделено региону в рамках госпрограммы. Реализуются сразу 52 проекта. Соответственно, на все требуются рабочие руки. Только на реконструкцию центрального парка привлекается 60 человек, 20 уже работают на участках. Ремонтные работы пройдут и в других населенных пунктах Аксусского района. Сёва Арасан и Янбек обеспечат водопроводом. По всему району планируется строительство 14 спортивных площадок и капитальный ремонт 12 межпоселковых дорог. Алексей Цоя, Блайкутыкпай, телеканал ЖТСУ, Аксусский район. Вакцина от коронавируса нового типа, созданная исследователями из Окскорского университета, успешно прошла первую фазу клинических испытаний. Результаты многообещающие. Она продемонстрировала признаки эффективности и безопасности, вызывая двойной иммунный ответ и увеличение антител COVID-19 и количество Т-лимфоцитов, задачей которых является уничтожение пораженных вирусом клеток. В клинических испытаниях принимали около 1000 человек. Нейтрализующие антитела появились более чем у 90% из них. Эксперты Оксфордского университета полагают, что вакцина будет готова для использования до конца текущего года. Против масок, против тестов, против слежки. С такими плакатами вышли в воскресенье на манифестацию десятки людей в лондонском гайд-парке. Двухчасовую акцию протеста организовало движение «Сохраняя Британию свободной», основатель которой предприниматель Саймон Долан. В начале июля он попытался через суд заставить Великобританию отменить введенные из-за пандемии коронавируса ограничительные меры, но проиграл. Среди участников акции было немало экоактивистов, выступающих против развития 5G-сетей, а также антипрививочников. С 24 июля в Англии ношение масок становится обязательным во всех магазинах. Нарушителям грозят штрафы. В восточных и центральных провинциях Китая не прекращаются ливни. В районе реки Хуанхэ ожидаются наводнения. Уровень опасности повышен с 3-го до 2-го. В административной столице провинции городе Хэфэй мощные дождевые потоки нанесли урон инфраструктуре и привели к потоплениям. В провинции Цзянсю уровень воды в районе местной гидрологической станции превысил историческую отметку в 10,22 метра. Зарегистрировано в 1954 году. В городе Нанкин затоплены первые этажи домов. В Хунху провинции Хубэй ливни разрушили набережную. Свыше 500 военных были срочно направлены в этот район для проведения восстановительных работ. В предстоящие дни мощные дожди ожидаются на территории, охватывающей северо-восток и юго-восток Китая. Это была вся информация к этому часу. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова